Всем привет! Вы счастливы? Вот так чтобы на 100 из 100? Ответьте, прежде чем продолжить просмотр этого видео. Всю жизнь мы учимся быть несчастными, вместо того, чтобы просто радоваться жизни, каждому ее мгновению. Это происходит потому, что мы воспринимаем счастье как некий момент будущего и сосредоточены на том, чего нужно достичь, прежде чем мы станем счастливыми. Правда в том, что есть множество способов почувствовать себя счастливым уже сегодня, прямо сейчас. Потратьте 5 минут на просмотр этого видео и я вам обещаю, по окончанию вы сможете оценить свой уровень счастья выше, чем в начале. Притворитесь счастливым. Для того, чтобы быть счастливым, не обязательно быть им изначально. В тот момент, когда вы улыбнетесь, засмеетесь, расслабите плечи, разгладите хмурый лоб, произойдут две любопытные вещи. Первое. Мозг отреагирует выделением эндорфинов, гормонов любви, и окситоцина, гормона заботы. В тот момент вы почувствуете себя более позитивно и расслабленно, покажетесь себе привлекательнее. В результате вы приучите мозг к ощущению счастья, даже если изначально были от него далеки. Ищите счастье повсюду. Даже во времена кризиса можно найти что-то, что вызовет улыбку и благодарность. Нужно просто внимательнее смотреть на мир. Введите дневник счастливых моментов. Каждый день записывайте три вещи, которые принесли вам радость и удовольствие. Листопад, удачная шутка друга, пицца. Чаще обнимайтесь. Учеными доказано, что при физическом контакте уменьшается уровень гормона стресса. Прикосновение приводит к выработке окситоцина, гормона счастья. Мы становимся счастливее, а иммунитет укрепляется, поэтому вам нужно больше прикосновений. Обнимитесь с другом, сходите на массаж. Поддержитесь за руки с любимым. Сходите на танцы. Окружите себя позитивными людьми. Окружая себя теми, кто подпитывает, а не истощает вас, вы станете счастливее и сохраните позитивный настрой. Вспомните трех человек, чья компания вам очень нравится. Подумайте о том, как они себя ведут. Чем вам нравятся их отношения к жизни. Попробуйте перенять их поведение. Разбудите любопытство. Дети и животные способны многому нас научить. Дети радуются всему новому. Предвкушение веселого дня может занимать все их мысли. Им всегда любопытно, что сделают или скажут другие. Как играют другие дети. Восторг от новых впечатлений делает детей активными, жизнерадостными и счастливыми и пробуждает в них жажду познания. Учитесь отдавать. Не все знают, как приятно отдать или поделиться. А ведь именно это главный источник оптимизма в мире. Делиться можно не только деньгами и вещами. Самый ценный дар – время, посвященное служению окружающим. Готовность выслушать и уделить внимание. Запомните, когда вы отдаете, то приносите пользу прежде всего себе. Проверьте свой смехометр. Давно вы глотали смешинку или заходили с хохотом так, что невозможно было даже говорить. Давно смеялись вместе с человеком, которого любите и рядом с которым вам весело. В детстве это наверняка случалось часто, но со временем нам все сложнее позволить себе расслабиться и посмеяться от души. Смех мгновенно снимает напряжение и превращает хмурые лица в красивые и жизнерадостные. Прочитайте глупый анекдот, посмотрите смешные картинки и попробуйте находить абсурдное в каждой ситуации. Займитесь творчеством. Даже если ваша работа не связана с творчеством, это не значит, что вы не можете им заниматься. Найдите в своей жизни место для творчества и вы станете счастливее. А может вы мечтаете освоить творческое увлечение, завести блог или научиться танцевать. Так вот, настало время перестать раздумывать и начать действовать. Рискните. Чаще всего мы предпочитаем существовать в зоне комфорта, где все привычно и безопасно. Нам кажется, что таким образом мы оберегаем себя от неприятностей и неудач. Но правда в том, что чем безопаснее становится наш маленький мирок, тем сильнее мы боимся любого риска. Чрезмерная спокойная жизнь оборачивается жизнью в полный тревог и ограничений, которые мы установили сами себе. Счастье бывает разным, но наиболее счастливыми делают нас моменты, когда мы приложили большие усилия и получили результат. Общайтесь с животными. По данным исследований, достаточно несколько минут погладить пушистое животное, и наш мозг начинает вырабатывать серотонин и окситоценин, а уровень кортизола, гормона стресса, снижается. Сформулируйте намерение. Формулировка намерения – это мирный и осознанный способ посеять семена изменений, поскольку таким образом мы направляем свои мысли к желаемому результату. Если делать это осознанно, намерение укоренится в вашем разуме, что будет способствовать изменениям. Формулировку намерения можно сочетать с медитацией, тогда подсознание услышит ваше желание, и вам будет проще не противиться переменам. Конечно, в этом видео я рассказал вам далеко не о всех советах, которые помогут вам почувствовать себя счастливыми. И если вы хотите вторую часть, давайте наберем на этом видео 350 просмотров. Я желаю вам счастья, мира, удачи и добра. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok